В эфире программа «Территория спорта». Здравствуйте! Сегодня у нас выпуски. За шахматной доской в год здоровья. Кем гордится Удмуртия и как поддерживают любителей самой древней игры на свете расскажем. Я счастливая работа, общественная нагрузка и увлечение олимпийской чемпионки Номары Тихоновой. Старт дает Ижевск, одна из старейших гонок России. Ижевская винтовка вновь соберет сильнейших пиатлонистов страны. Первые гонки юбилейного 50-го по счету турнира 26 декабря. И сначала коротко о событиях последних дней. Победами в двух домашних матчах отметились волейболисты ИжГТУ «Динамо». В рамках четвертого тура чемпионата России ижевчане принимали дублеров Оренбургского нефтяника. И обе встречи у гостей выиграли. Сейчас в турнирной таблице наша команда на четвертом месте. А юные хоккеисты команды Удмуртия в Сочи стали серебряными призерами фестиваля детской слэдж-хоккейной лиги. Выступали в сильнейшем дивизионе А. Их соперниками были московские короли советов, тульская команда «Тропик» и оренбургские «Ястребы». Ложник из Удмуртии Алексей Локтионов стал победителем классической гонки на 10 километров в ходе всероссийских соревнований в Сыктывкаре. И завоевал путевку на зимние юношеские олимпийские игры, которые пройдут в середине января в швейцарской Лазанне. Еще один наш земляк Никита Гребенкин обновил рекорд страны в силовом троеборе в Каунасе на первенстве Европы по классическому пауэрлифтингу. В сумме он набрал 592,5 килограмма и занял пятое место в весе до 74 килограммов среди юношей до 18 лет. От 9 лет и до 80 около 200 шахматистов всех поколений сели за доски в ходе чемпионата Удмуртии. Среди претендентов на победу немало совсем юных дарований. Это в том числе и заслуга федерального проекта «Шахматы в школах», который активно развивается в республике. Илья Вихарев о мастерах дебютов Гамбитов и Энчпилей. Этот чемпионат Удмуртии собрал рекордное количество участников, отмечают организаторы. Шахматисты приехали не только из городов, но и из сельских районов республики. Играют в трех группах. У нас в этом году в чемпионате Удмуртии уже сыграл Андрей Митин. Первый номер сейчас рейтинга у нас здесь в этом турнире. Очень давно не играл в шахматы вживые, так скажем. Только в интернете. За доски сели и мастера, и начинающие спортсмены. Никита Калинин, ученик 25-го лицея, без шахмат жизни уже не представляет. Интересно и полезно, говорит Никита. Мне нравятся шахматы тем, что в них надо думать долго. И очень приятно выигрывать. 25-й лице Ижевска – один из участников федерального проекта «Шахматы в школах». Интеллектуальное развитие детей. Именно такую цель преследует программа. На данный момент она действует в 11 регионах, в том числе и в нашей республике. Шахмат – это спорт, искусство и наука. И мы посредством шахмата пытаемся просто развить все направления данные у детей. То есть, если со стороны спорта мы стараемся построить какое-то спортивное стержень у ребенка, со стороны науки – это, конечно же, стараемся повысить их успеваемость, интеллект, математические, логические способности, все, что есть. Ну и, конечно же, творчество – это то, на что способен ребенок в целом. За пять лет существования проекта около тысячи школ России обеспечены шахматным инвентарем и литературой. Создали специализированный шахматный класс и в 25-м лицее. Детей знакомят с историей и правилами игры, а затем преподаватели устраивают школьные турниры. Когда я первый раз слышу, что шахматы – это спорт, я довольно удивилась. Я привык, что спорт – это бег, прыжки в высоту и, предположим, плавание. Эксперты отмечают, безусловно, шахматы – прекрасный вид для интеллектуального развития. Тактика, стратегия, концентрация – все это поможет планировать и решать сложные задачи, с которыми детям придется столкнуться во взрослой жизни. На мой взгляд, вообще шахматы – вещь очень полезная. Это ведь не только шахматы ради шахмат. Дело в том, что на этом предмете, даже не хочется называть предмет, на этом занятии дети и учатся усидчивости, и усердию, и, естественно, развивается логическое мышление. Еще один плюс. Проект «Шахматы в школах» позволяет найти таланты и способствовать их развитию, при личном желании, конечно. Результаты уже есть. В минувшем году ученики 25-го лицея стали вице-чемпионами городского турнира «Белая ладья», уступив сверстникам из 41-го лицея. А в чемпионате Удмуртии на данный момент лидирует Александр Новоселов. Завершится республиканский турнир 15 декабря. Для героини следующего сюжета спортивные баталии уже давно отгремели. Но она до сих пор многих в мире восхищает, а ее титулы и награды захватывают дух. Речь о неоднократной чемпионке мира и олимпийских игр по лыжным гонкам Тамаре Тихоновой. Чем она сегодня занимается и увлекается, расскажем. Восемь утра Тамара Ивановна уже на работе, созванивается с коллегами, общается с сотрудниками комплекса. График насыщенный, дел много. И главное, они есть все по душе. Она снова на своей любимой арене, только уже в другом амплуа. Тихонова сегодня спортивный директор комплекса имени Кулаковой. И она очень хочет, чтобы он процветал. Очень бы, наверное, хотелось, чтобы народ, спортсмены из других регионов ездили к нам на сборы. Это в первую очередь и летом, и зимой. К нам очень любят ездить. И вот я думаю, что будут ездить, если все у нас будет хорошо. В кабинете долго не сидит, отправляется на стадион, проверяет, достаточно ли на трассах снега, справляется ли с нагрузкой снежная пушка и по ходу вновь общается. Тамара Ивановна, говорят коллеги, свой человек. Старается помочь во всех вопросах. Где-то советом тоже поможет, где-то может быть делом своим. Даже просто ее присутствие уже вызывает улыбку на лицах. Нет такого ощущения, что это вот какая-то звезда, и она должна где-то там быть на небе и сиять. Нет, она вместе с нами. Доступная и в общении простая. Для каждого найдет доброе слово, поддержит, подбодрит. Совет, если надо, даст ценный, особенно молодежи. Тихонова никогда не отказывается от встреч с подростками. Вот и на этой неделе успела приехать в музей спорта, рассказать о себе. И, как всегда, эмоционально и очень красноречиво. А после подарки сотрудникам музея раздала. Вот научилась такую розу делать. Обалдеть, красота какая. Это сегодня ее хобби. И секретами своего мастерства Тихонова делится охотно. Любит Тамара Ивановна и водить машину. Стаж у нее уже около 30 лет. Машина для меня и подруга, и други, и муж, и любовник, и любовница. Ну, во всем, что это. Конечно, без машины я никуда. Я даже не представляю, когда живут и говорят, мне не нужна машина. Я не представляю, как жить без машины. Машина – это для меня все. Тамара Ивановна любит свой дом, любит принимать в нем гостей. Хозяйка – она знатная. Соленье и варенье только собственного производства. А если надо – и пироги испечет, и вместе с друзьями за столом песню споет. Счастье – это все. Если тебе самой хорошо. Вот сейчас я очень счастлива. И надо ценить то, что мы имеем. И, как сказать, принять судьбу такова, какова она есть. И наслаждаться жить. Спорт Тамары Ивановны научил ставить не только цели, но и их достигать. Главное, считает она, ничего не бояться и верить в то, что делаешь, и в то, о чем мечтаешь. Элита российского биатлона вновь соберется в Ижевске. Через 14 дней на стрелково-спортивном комплексе имени генерала Демидова стартуют традиционные юбилейные уже 50-е по счету соревнования «Ижевская винтовка». Как идет подготовка к ним и кого из ведущих спортсменов странные ижевчане увидят в деле, расскажет Иван Черезов. Всем привет! Уважаемые друзья! Спешу вам сообщить, совсем скоро, с 24 по 30 декабря в нашем городе пройдет знаковое событие. Ижевская винтовка, традиционная ижевская винтовка. Но в этот раз нам 50 лет. 50 лет – это много или мало. Великолепная цифра. За этот период прошло столько спортсменов. Через нашу легендарную ижевскую винтовку здесь выступали абсолютно все великие спортсмены в биатлоне. Это событие как было самым главным для нас в биатлонном мире, так и остается. Всегда приезжают одни из самых сильнейших спортсменов, биатлонистов. Поэтому я вас всех хочу пригласить на эти соревнования. Гонки пройдут 1-26 числа. Потом день отдыха. Следующий день будет 27-28-29. Поэтому приходите все. Мы вас всех ждем. Будет здорово, будет классно. Мы приглашаем наших знаменитых легендарных спортсменов в гости. Многие спортсмены, которые выступают на ижевской винтовке. Ольга Зайцева, Антон Шипулин, Владимир Драчев, такие знаки, как Алексей Кобелев, Валерий Медведцев, Александр Тихонов. Многие-многие, их перечислять можно здесь долго. Все выступали и приезжали на ижевскую винтовку. Поэтому это не просто слова. Это действительно такой сильный эмоциональный момент для каждого спортсмена. Потому что это шанс поехать на международные этапы, следующие, на посленовогодние, на чемпионаты мира, на Олимпийские игры. Поэтому борьба будет очень серьезная. Накал страстей будет сильный. Будет организован транспорт из города на комплекс РСК Демидова. Там будут зоны, где вы можете отдохнуть с семьей, с детьми, поиграть, перекусить. Все будет сделано для того, чтобы вы просто насладились этими прекрасными днями спорта, значимыми, которые для нас всех вместе. Приходите в выходные дни. Кто может, приходите в будни. Посмотрите, пофотографируйтесь. Увидите своих любимых спортсменов. Ждем вас всех. И до встречи на трассах. Любите биатлон, смотрите биатлон. Еще раз напомню, старт «Ижевской винтовки» 26 декабря. Она в этом году и особенная юбилейная, 50-я по счету. Так что не пропустите этот турнир. До встречи на комплексе Демидова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Демидова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова